Еще одна монета в копилку Ивановского туризма. В скором времени остановки общественного транспорта в областном центре несколько преобразятся, причем с пользой для жителей и гостей города. Комитет по культуре совместно с навигационным сервисом 2ДИС разместил информационные стенды на остановочных павильонах. Пока, правда, только на студенческой по обеим сторонам Шереметьевского проспекта. Это пока сложно назвать целостным проектом, но да, мы начали устанавливать карты туристической навигации на остановках города. Проект нацелен на то, чтобы люди, как ивановцы, так и гости города легче могли найти близлежащие достопримечательности, памятники, архитектура, а также больше узнать о людях, которые жили в нашем городе. Навигационные стенды помогут гостям города сориентироваться в центральных улицах, найти музеи, памятники, скверы. Там же размещена информация о маршрутах общественного транспорта. Для удобства граждане смогут дополнительно установить себе бесплатное мобильное приложение. Подобные проекты уже есть в Рязани, Туле, Волгограде и других городах. Изначально мы размещали карты с ГИБДД Иваново в школах и садах. Там, конечно, карты были чуть-чуть другие, там не было достопримечательности, там были безопасные маршруты для школьников, естественно, и тех, кто приходит в детский садик. Финансирование культурного проекта полностью взяла на себя компания «Двагис». О стоимости размещения стендов предпочитают не говорить. Что же касается планов на будущее, аналогичные навигационные карты появятся в ближайшее время на остановках «Киноцентральный», площадь Пушкина и Ленина, а также у железнодорожного вокзала. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.